Город к зиме готов. Модульный детский сад уже собирает. Как прошел праздник знаний? Все эти вопросы были рассмотрены на аппаратном совещании под руководством сити-менеджера Виктора Ордобьевского. Аппаратное совещание прошло в расширенном составе. Первой по традиции выступила Ольга Кроткова. Она доложила, что уровень воды в Оренверском водохранилище заметно вырос. Такая уже положительная тенденция роста намечена и в вопросах подготовки к отопительному сезону. По подготовке к зиме. Акты готовности подписаны на 92% теплоисточников. Не подписаны котельные ПТП и котельная площадь революции. Жилой секта. 90% подписано актов готовности. Остались ТСЖ и ЖСК, которые издут явления достаточно медленно. 100% подписаны акты готовности в социальной сфере. То есть у нас все школы, больницы, детские сады, учреждения культуры и образование подписали. Александр Воронин рассказал о ходе подготовки модульного детского сада, который будет располагаться в районе Комарова. 8 модулей готовы на 90%. Представители МИАСКОй администрации съездили в Оргаяш и лично убедились в том, что подготовка модулей идет полным ходом. Модули выпускаются уже в готовности 95%. То есть они укомплектованы уже сантехникой, именно которые модуль смотрели, изготовлены. Он уже укомплектован сантехникой. То есть там стоит душевая, там стоят умывальники детские, унитазы, все стоит. Также для мытья посуды модули в этом же. И проходной коридор, часть коридора в модуле, где сушилка для обуви, для детской. Но она еще не полностью готова, но трубная разводка уже выполнена. Выполнена полностью пожарная сигнализация, электрическая часть, все уже вмонтировано, все это сделано в модуле. То есть 95% готовности остается поставить на площадку и соединять их просто между собой. Игорь Воинов дал положительную оценку прошедшим праздничным мероприятиям. Единственное, что не понравилось главе округа, это беспорядок, который остался на улицах. Каждый понедельник город тонет в мусоре, так как в выходные дни соответствующие службы не собирают мусор. Игорь Воинов предложил пересмотреть график работы служб, чтобы начало недели проходило в чистоте. Также глава округа рассказал о понижении экономического развития страны. «Прогноз на текущий год роста экономики снижен до 1,8%. Я думаю, вы все это слышали. Это практически в два раза ниже первоначального прогноза. И поэтому речь сейчас идет на самых высоких уровнях о сокращении социальных бюджетных расходов. Речь идет о материнском капитале, еще о целом ряде социальных программ, которые пока предполагается на время свернуть. Вот это нужно просто знать, понимать и держать мое понимание на постоянном контроле». Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24. У нас».